Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образцы модной одежды, бытовые приборы и другие ушедшие в историю предметы. Как жители города погружаются в атмосферу далекого и недавнего прошлого на выставке родом из СССР. Поборолись за победу, а главное, пообщались и зарядились энергией. Столица региона прошла спартакиада для участников городских ветеранских организаций. Самарская область и Армения будут развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне в Ереване прошел 19-й российско-армянский межрегиональный форум. Значимое событие в рамках установления 30-летия дипломатических отношений между двумя странами. Участие в нем приняла делегация Самарской области во главе с заместителем председателя правительства региона Натальей Катиной. В приветственной телеграмме к участникам форума обратился президент России Владимир Путин. «В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время России и Армении накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень», – отметил глава государства. Значимость поддержания и развития сотрудничества между различными регионами и Самарской областью неоднократно подчеркивал и губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что кооперация в промышленном секторе, в области образования, культуры, спорта и развития туризма содействует укреплению стратегического партнерства. В Самаре заканчивается подготовка к отопительному сезону. Ход работы обсудили на совещании, которое прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить теплом объекты социальной сферы. Соответствующие заявки принимаются и отрабатываются энергоснабжающие организации. Готовность жилищной сферы к приему тепла по разным параметрам варьируется от 99 до 100%. Кроме того, продолжается техническое перевооружение теплотрасс. Благодаря инвестициям, которые удалось привлечь в рамках реализации модели «Альткотельные», за лето выполнен большой объем перекладок. Теперь необходимо завершить работы по переключению, и в этом сезоне тепло пойдет уже по новым трубам. В связи с этим производятся переврезки. На большинстве объектов с временных схем на постоянные уже переключились. Отметим, что на время производства работ по переврезкам подача горячей воды приостанавливается. В целях минимизации неудобств для жителей такие работы на объектах стараются синхронизировать, чтобы горячую воду вернуть в кратчайший срок. В частности, на этой неделе запланированы переврезки на улице Промышленности, где проходят коммуникации внутри квартала, а также на улицах Солнечной и Шверника в районе Самарской областной детской инфекционной больницы. Там временно будет работать передвижная котельная. Кроме того, масштабные работы были развернуты в этом году в Куйбышевском районе. Началось строительство двух котельных, а также завершается обновление теплотрасс, которые при объявлении старта топительного сезона примут тепло от КНПЗ и «Волга Теплоснаб». Строительство станции метро «Театральная» вошло в активную фазу. Продолжается вынос инженерных коммуникаций из тех зон, где в дальнейшем будет вырыт котлован. В зоне строительства городской подземки побывала наша съемочная группа. В этом году началось строительство станции метро «Театральная». Процесс переноса инженерных коммуникаций является одним из важнейших этапов, так как с появлением новой станции метро городская инфраструктура должна быть сохранена и более того усовершенствована. В непосредственной близости будущей станции располагается крупнейший в Самаре театр – опера и балета. Специалисты уделяют особое внимание теплосетям, при помощи которых в учреждения культуры поступает горячая вода и отопление. Сейчас теплоснабжение подают штатно, через улицу Рабочую. В рамках подготовительного этапа по улице Галактионовской в пределах станционного комплекса вынесены трамвайные пути, контактная сеть. Это порядка 450 метров. Выносится канализация, водопровод. Существляется сооружение, основание для подкрановых путей и строительство временных дорог для снабжения и строительства станции. Переустройство теплотрассы продлится до конца ноября. К рабочему процессу замечаний нет. За процессом строительства и выносом коммуникаций следят профильные ведомства, в том числе и собственник теплосетей. Региональный заказчик, администрация Самары, которая работает на всех этапах в тесном взаимодействии, просит жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфорта самарцев. Наш город – один из самых крупных в Поволжье, и порой жителям отдаленных районов требуется не один час, чтобы добраться до исторического и культурного центра областной столицы. Сеть метро расширяется, это хорошо. Больше обхват. Да, мы сами тут работаем. Многим даже, кто работает, здесь будет теперь полезен. Мы освобождаемся иногда после 10, и вот метро станет отличным способом добраться домой без такси. После завершения строительства добраться из окраины города до исторического центра можно будет за 20-25 минут. Интервал движения поездов метрополитена по достроенной ветке сократится с 12-15 минут до 5-8 минут. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. С октября дачные автобусы будут ходить только по выходным. Об этом сообщили в городской администрации. Кроме того, с сентября в связи с уменьшением светового дня автобусы в направлении из города отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше. Такое расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, то есть до 31 октября. Напомним, в Самаре работают 29 дачных маршрутов. Стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года. У граждан имеется право льготного проезда с использованием льготных транспортных карт, садово-дачной, социальной, карты школьника. Возможен проезд и без льгот, за наличную или безналичную оплату. Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверять баланс своих карт и при необходимости пополнять их. Вместо привычных клумб с розами и гортензиями стихийные цветники со скромными, но обаятельными эхинациями «Иван-чаем» и «Диким луком». Евгения Руссу – одна из ведущих ландшафтных дизайнеров Поволжья, неоднократный призер региональных конкурсов и финалист престижных международных фестивалей. Ее идеи воплотились в жизнь во время обновления вертолетной площадки в поселке Управленческий, за что дизайнеру вручила награду глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. По первому образованию юрист, затем сотрудник медиасферы. Сегодня Евгения Руссу – одна из ведущих ландшафтных дизайнеров Поволжья, неоднократный призер региональных конкурсов и финалист престижных международных фестивалей. Но особый проект, которым гордится Евгения, это обновление вертолетной площадки в поселке Управленческий. Именно за него дизайнеру вручили награду из рук главы города Елены Лапушкиной. Эта награда, она, как знаете, такой вот шаг определенный, когда мы идем-идем и достигаем определенного уровня. И да, это стало заметно. Это видят не только люди, но и хороший конструктивный диалог с властью. Он выразился, я думаю, в этом тоже. Озеленение площадки – одна из изюминок реконструкции. Архитекторы использовали новаторские для нашего региона приемы ландшафтного дизайна. Благоустройство смотровой площадки началось в 2020 году. При создании дизайн-проекта специалисты постарались сохранить уникальный ландшафт территории. Пространство сделали двухуровневым. На обновленной современной вертолетке предусмотрены прогулочные зоны и смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей. Здесь очень сложный рельеф. Мы понимали, что здесь нужно не поворачиваться здесь в реке вспять, да, и мы должны идти в хорошем, таком, грамотном, в пластике вот этой, да, этого рельефа. Также выбор материалов. Он, так знаете, перекликается с той белой горой, да, которая здесь, в общем-то, сама по себе есть. Это эти доломитовые породы, которые выступают, проступают. И по концепции растительного дизайна, вот этот масштаб природы, который открывается, с ним невозможно спорить, да, поэтому какие-то излишне декоративные вещи мы не могли здесь запроектировать, поэтому нужно было максимально природно, но в том же время, чтобы это было интересно для посетителей. С 1 июля 2021 года обновленная вертолетка открыта для посетителей. Она всегда привлекала своей красотой, жикарным видом на Волгу и Жигулевские горы. Локация по праву – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей нашего города. Восхищаемся. То, что было раньше, 20 лет назад, ну, совсем другое дело сейчас. Сейчас все преобразовалось, появился ресторанчик, кафешки, всякие качели. Все, ну, как-то, я думаю, все продумано. Видно, что люди вкладывали душу, потому что весь ландшафт больше связан с тем, что природные цветы и растительность – не розы, пионы или еще что-то, а вот то, что находится в природе. И мы обратили на это внимание. Но главное, как отмечается о марте и гости города, это пейзажи – одни из самых красивых на всем протяжении Великой Русской реки. Выставочные работы Евгении Руссу запоминаются мгновенно. Ольга Павлова, Елена Чернявская, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Администрация Самара напомнила жителям города о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Напомним, 15 сентября на территории города завершился пляжный сезон. Спасательные посты закончили работу. В ближайшее время подрядчик демонтирует и вывезет специализированное пляжное оборудование. Желающим принять водные процедуры в осенний период следует помнить – купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо соблюдать правила безопасности, не допускать переохлаждения и перегрева тела, оказывать помощь терпящему бедствия на воде, а также уделять повышенное внимание детям. Только 12% россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время и лишь 1% шенгенскую визу. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сегодня загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза только у двух. Ничего из перечисленного нет у 70% граждан, говорится в сообщении в ЦИОМ. Согласно данным опросов, чаще всего загранпаспорт имеют люди в возрасте 35-44 лета – 39%. Кроме того, более половины обладателей загранпаспортов – жители Москвы и Санкт-Петербурга. Росавиация в 35-й раз продлила запреты на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей России. Ограничения ввели 24 февраля. Теперь запрет действует до 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты нашей страны работают штатно. В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют при отсутствии противопоказаний обязательно вакцинироваться от COVID-19 всем, кто прошел эту процедуру или переболел более полугода назад. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Почему процедуру необходимо проходить своевременно и ревакцинироваться – в сюжете наших корреспондентов. Солистка академического театра оперы и балета Анна Костенко от COVID-19 прививается уже в третий раз. Говорит, если есть шанс защитить себя и свою семью от новой коронавирусной инфекции, необходимо им воспользоваться. Все три процедуры девушка перенесла легко. Было повышение температуры, небольшое, небольшой ознок, но это все прошло в течение суток и нормально себя чувствовала дальше. Я потом не болела, и из моей семьи никто не болел. Специалисты рекомендуют обязательно прививаться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Особенно важно сделать прививку в осенний период, когда обостряются другие респираторные заболевания – вирусы ОРВИ и гриппа. Вакцина не только способна защитить иммунитет от вторжения коронавируса, но и значительно снижает риск заболевания в тяжелой форме. Она в 22 раза снижает летальные исходы, снижает тяжелые случаи. И мы наблюдаем, что сейчас у нас на дому лечится пациент с более легкими формами ковида. Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Ольга Павлова, События. Рассказать молодежи о правах и обязанностях перед законом. В Самаре прошла квест «Игра. Я выбираю право», которую провели со студентами специалисты Самарского дома молодежи. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара». Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Студенты-первокурсники Международного института рынка сегодня вместо учебы отправились проходить квест «Я выбираю право». Его провели специалисты Самарского дома молодежи, подняв в игровой форме вопрос о правонарушениях среди молодежи. Нам показалось, что это наиболее такая доступная форма, когда не мы что-то рассказываем ребятам, а у них есть возможность у самих разобраться в ряде вопросов, в игровой форме, в игровом формате. И вторая часть – это дискуссия, где уже мы можем обсудить конкретные правовые вопросы, поднять их вопросы, то есть не запугивать их, не говорить, что ого-го, закон – это очень опасно, а наоборот познакомить их в таком приятном формате. Командам первокурсников предстояло пройти шесть станций, как творческих, где необходимо проявить фантазию, так и юридических. Пожил купить алкоголь для вечеринки. Купленный алкоголь был распит в квартире одного из ребят. Возраст ребят – младше 16 лет. Это что? Это… Административка. Квест-игру «Я выбираю право» провели для того, чтобы поднять среди молодежи вопрос о правовой ответственности, помочь сформировать представления о последствиях правонарушений и преступлений. Сценарий готовили юристы-специалисты по работе с молодежью. Например, есть кража. Мы предлагаем команде предложить варианты, почему человек совершил кражу. То есть это могут быть такие вещи, как финансовая недостаточность, это может быть желание быстро заработать на халяву, такое бывает. Это бывает образ жизни социальный, потому что есть в определенных кругах такая вещь, как типа… Это круто. Профессия юриста – это очень творческая профессия, а такие квесты, они заставляют тебя действительно думать нестандартно. Вообще вся вот эта юриспруденция, она в принципе про нестандартных людей, и такие квесты тебе позволяют раскрыть твой потенциал. В завершении игры студентов ждала дискуссионная площадка, где они смогли пообщаться с представителями правоохранительных и правозащитных органов. Всего специалисты дома молодежи подготовили 10 выездов в различные учебные заведения областного центра. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара». Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. Выставка, которая погружает в советскую реальность, открылась в Самаре. На ней можно не только увидеть, но и потрогать бытовую технику, посуду и одежду жителей СССР. Предметы для экспозиции представила самарская модель Олеся Каргина, что подтолкнуло девушку к коллекционированию в нашем сюжете. Фотоаппарат «Зоркий», виниловый проигрыватель, алюминиевые бегуди и старинный утюг – все это можно увидеть на выставке, сделанной в СССР, в галерее по адресу улицы Алексея Толстого, 75. Коллекцию публики представила самарская модель Олеся Каргина. Собирать предметы быта советской эпохи она начала еще в юности, когда отдыхала у бабушки в селе Богатая. А сейчас, рассказывает, вся квартира заставлена старинными буфетами и посудой 60-х годов. А сама Олеся носит винтажные вещи или одежду, стилизованную под старину. Я прямо именно ищу вещи тех времен, то есть, прямо вот, чтобы им было лет 50. Мне очень нравится сама мысль, когда вот, чашечка, да, есть, например, и из нее кто-то 50 или 100 лет назад пил, например. Я представляю, сколько поколений прошло. То же самое с одеждой. Раньше же, как вообще традиции были, то есть, вот этот вот сервиз там какой-то там только на Новый год. Например, вот оно, видите, оно как новое почти. Вот, то есть, видимо, женщина просто одевала его по праздникам, куда-то там в театр или в город, и все остальное время вещи села в шкафу. Мы накручивались, кипятили бегудюшечки, делали кудри, и они же как бы мокрые все равно. Сверху одевали шапочку, включали фен и сидели вот так вот они делали свои вот прически. Чтобы ярче передать атмосферу советской эпохи, на выставке представили и картины, написанные в духе того времени. Их авторы Ольга Бекетова и Юлия Тимченко рассказывают, темы продиктованы воспоминаниями из детства. Естественно, для меня Советский Союз это мое детство. Это детство, когда мы зимой носили пуховые платки, собственно говоря, то, что я изобразила, пускали кораблики и мальчишки запускали змеи. Поэтому для меня вдохновлением, конечно, это было мое детство. Для меня, ну, наверное, это газировка из автомата, мороженое, и воспоминания, когда ты идешь с магазина, несешь свежую булку хлеба, откусываешь ее, не выдерживая, не донеся ее до дома, наверное, вот эти. Чтобы ярче воссоздать атмосферу советской эпохи, во время открытия выставки звучали стихи Анны Ахматовой и Евгения Евтушенко. Вспомнить советский быт, прикоснуться к модной одежде разных десятилетий предметом быта, давно ставшим историей, можно до 28 сентября. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Они бодрые, молоды душой. В городе при поддержке департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары прошла спартакиада для людей серебряного возраста. Помимо привычных мини-гольфа, дартса и настольного тенниса, участникам предложили попробовать свои силы в новусе и корнхолле. Что это такое, расскажем в нашем сюжете. В спартакиаде для людей серебряного возраста Галина Васильевна принимает участие второй год. Пенсионерке 80 лет. В прошлом году она заняла третье место в соревнованиях по настольному теннису. Галина Васильевна признается, не пропускает ни одного городского события. В свободное время я люблю бегать по всем мероприятиям. Особенно устраивать для пенсионеров бесплатные мероприятия в клубах, библиотеках. Я особенно люблю музыку, потому что музыка лечит все болячки. Ну, то есть вы вообще светская львица, да? Ну, я там не развожу ни с кем, конечно. Львица, она должна чем-то там. А я слушаю, ну, сложу дайвину. Мне то, что это интересно. Я люблю жизнь. Я всему восхищаюсь в этой жизни. Как устроено, видите? На Спартакиаду съезжаются пенсионеры изо всех районов Самары. Возраст самых младших участников – 70 лет, самых взрослых – 85. Все они – члены ветеранских организаций города. И все, кто входит в эту городскую организацию самарскую, все 90 человек, которые прибыли, это наш ветеранский олимпийский резерв. Дело в том, что эти соревнования проводятся не просто так, а для того, чтобы подшлифовать свой непобедимый русский характер. И это дает возможность людям еще проявить мужество, отвагу, доблесть и верность своему делу. Помимо привычных мини-гольфа, настольного тенниса и дартса, сегодня участникам предложили попробовать свои силы в игре «Новус». Это что-то вроде компактного бильярда, а также сыграть в корнхолл. Суть этой игры заключается в том, чтобы попасть холщовым мешочком, набитым кукурузными зернами, в отверстие на скользкой доске. Мужчины и женщины в каждом виде спорта соревновались отдельно. По итогам в каждом направлении выбрали по три победителя, которым вручили дипломы и кубки. Виктория Шара и Василий Калдашов события. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин, сообщает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. С 8 до 20 часов самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улицы Мира 6. Также товары местных сельскохозпроизводителей можно приобрести в железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского со вторника по воскресенье и на ярмарке выходного дня в поселке Мехзавод Красноглинского района УДК «Октябрь». Администрация Самары приглашает жителей за покупками. Телеграм-канале Октябрьского района рассказывает, как вступить в Самарский батальон. Вступившим при заключении контракта выплачивается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Кандидаты должны быть моложе 60 лет, обязаны прежде пройти службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и быть годными к службе по состоянию здоровья. Вступившим в Самарский батальон гарантированы компенсация расходов на жилье, льготы по пенсионному обеспечению, денежные выплаты, страхование жизни. По вопросам заключения контрактов нужно обращаться в пункт отбора по адресу улица Ленинская, 147. На год раньше срока планируется открыть рабочие движения на развязке на пересечении Улесного Садова и Советской Армии, информирует телеграм-канале городского Дептранса. На сегодняшний день путепровод высокой стадии готовности. Планируется запустить автомагистрали «Центральная» и строительство участка проспекта Карла Маркса. К основным работам от Ракитовского шоссе до обводной дороги города Самары приступят с началом дорожного сезона. С 1 октября в Самарском дворце ветеранов открывается новое творческое направление «Студия по декоративно-прикладному творчеству и монументальному искусству «Волшебная мозаика». Говорится в телеграм-канале Советского района. Руководитель студии Алена Медведева, художник-монументалист, член ремесленной палаты Самарской области. На занятиях можно будет раскрыть свои творческие таланты, изготовить образцы или готовые изделия для украшения дома и своими руками сделать подарки близким к Новому году. Организационное собрание состоится 26 сентября в 11.00 по адресу улица Аэродромная, 58А. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагиз, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова